Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Состоялся очередное заседание парламента Западной Армении. Министры иностранных дел США и России обсудили урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. В рамках инициативы «10 миллионов деревьев» в Армении высажено более 150 тысяч саженцев. В Армении по-прежнему находятся от 500 до 600 азербайджанцев. Ситуация остается напряженной, сказал Пашинян. Всеармянский фонд Аистан обязался отремонтировать реабилитационный центр имени Каролайн Кокс. Чудеса Западной Армении – Сосунская ледяная пещера. Национальная галерея подарила оценителям искусства отреставрированные картины великих армянских художников. Интервью с туркологом Тираном Локмагезианом. Состоялось очередное заседание парламента Национального собрания Западной Армении. Заседание провел спикер парламента Леонардо Басмаджан. Парламент обсудил онлайн-конференцию «Что такое Западная Армения», организованную 15 мая консулом Западной Армении в Аргентине Гильермо Караманяном. Следующим в парламенте был затронут вопрос, связанный с Джавахком. Обсуждения прошли, но окончательные разъяснения будут даны на следующей неделе. Напомним, сегодня состоится очередное заседание правительства Западной Армении. Госсекретарь США Энтони Блинкин и министр на странах дел России Сергей Лавров обсудили урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Подробности двусторонней встречи в рамках министерской встречи Арктического совета озвучил представитель Госдепартамента США Аннет Прайс. Генеральный секретарь подчеркнул важность предоставления гуманитарного доступа сирийскому народу. Они также обсудили региональные вопросы, в том числе поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, сказал Прайс. Он подчеркнул, что в ходе встречи Блинкин заявил, что США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. В филиалах Комитета леса в рамках экологической инициативы с 10 миллионов деревьев высажено 156 600 деревьев. Об этом в ответ на запрос Армен Пресс заявил исполняющий обязанности председателя Комитета леса Министерства окружающей среды Республики Армения Артур Петросян. Экологическая инициатива 10 миллионов деревьев стартовала в 2020 году, но учитывая эпидемию, а также войну, начавшуюся в сентябре, было решено отложить ее до конца 2021 года. В апреле этого года было посажено 156 600 деревьев, из них 10 000 березы, предоставленные правительством Литвы. Они высажены на территории филиалах Ванадзорского лесничества и ГНКО «Айантар», отметил Петросян. ГНКО «Айантар» предоставило 161 480 саженцев областным администрациям Республики Армения и городу Дереван для посадки деревьев в общественных местах, парках и садах. Осенью 2021 года планируется использовать около 200 тысяч саженцев. Оперативная обстановка на армяно-азербайджанской границе в Сюникской и Гигархунинской областях не изменилась, ситуация остается напряженной. Об этом в начале сегодняшнего заседания правительства заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. «Логика действий наших вооруженных сил состоит в том, чтобы ограничить потенциал действий азербайджанцев с помощью тактических действий. В политическом плане наша задача не допустить выхода ситуации из-под контроля, то есть сделать все возможное, чтобы исключить любой сценарий войны или военного конфликта. Заставить представителей вооруженных сил Азербайджана покинуть территорию Армении», — сказал исполняющий обязанности премьер-министр Республики Армения. Реабилитационный центр имени Каролайн Кокс Степана Керти единственный в своем роде в Арцахе. Центр областнован в 1998 году по инициативе баронессы, члена Палаты Лордов Соединенного Королевства, бывшего выцеспикера Каролайн Кокс. В течение 23 лет центр предоставляет реабилитационное лечение для людей с ограниченными возможностями, продвигая их независимость, социальную интеграцию и улучшая качество их жизни. Центр уже около трех месяцев оказывает реабилитационное лечение военнослужащим раненым в ходе Второй Арцахской войны. Учитывая деятельность этого стратегически важного центра, с учетом модернизации центра, всеармянский фонд Аистан пожертвовал большое количество медикаментов и провел реконструкцию центра. В районе Сосун, провинции Батвана, республики Западная Армения, снег, выпадающий зимой на плато Дабананг, которое находится на высоте 2500 метров над уровнем моря, достигает толщины 10 метров. На плато на высоте около 2,5 километров скапливается снег, который при нагревании воздуха тает и превращается в туннели. Эти туннели чудо природы привлекают внимание любителей природы, фотографов, а также местных жителей. Посетители туннеля имеют возможность охладиться в жаркую погоду. Если вы хотите увидеть это чудо богатой природы Западной Армении, рекомендуем вам посетить даже при небольшой возможности. Национальная галерея Армении представляет отреставрированные картины выдающихся художников 20 века, Горга Башинджаряна, Мартироса Саряна и Акопа Коджояна широкому кругу ценителей искусства. Как сообщает Армен Пресс, торжественная церемония открытия выставки состоялась в одном из выставочных залов галереи. Выставка напрямую связана с названием «Международного дня музеев» в этом году. Будущее музеев преобразовывать и переосмыслять. «Мы решили коснуться реставрации и впервые в истории галереи открыть выставку отреставрированных экспонатов», сказала директор галереи Марина Акопян. По словам Акопян, на выставке представлены не только отреставрированные картины, но и самый сложный процесс реставрации, который проводился до достижения окончательного результата. Картины Башинджаряна, Саряна и Коджояна были отреставрированы за полгода. Картины были в крайне плохом состоянии. Проделана серьёзная работа, благодаря которой картины украсят стены галереи. В эфире телеканала «Западная Армения» тюрколог Тирян Лок Магёзян рассказал о проблемах безопасности Армении. В частности, о ситуации в Сюнике проанализировал шаги, предпринятые Турцией, которые можно ожидать в будущем. Он коснулся возможных реакций ОДКБ, возможных вариантов оказания военной помощи от Китая, Индии или Ирана. Тюрколог завершил своё выступление предсказанием ближайших событий. Интервью полностью доступно на нашем YouTube-канале. Далее для вас музыкальная группа Карин, Амран Гишер. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала «Западная Армения». А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Продолжение следует...